В районах Бурятии жильем должны обеспечить 457 семей с шестью и более детьми. Все они могут получить заветные квадраты в ближайшие три года. Ипотеку оплатит республиканский бюджет. Есть условия, жилищный заем берется на срок до 10 лет и не должен превышать 3 миллиона рублей. Правительство Бурятии берет на себя и первоначальный взнос, и ежемесячные платежи, и проценты. Для людей это все равно будет бесплатно. С банком будем рассчитывать, а банк будет кредитовать. Мы проговорили основные условия. Понятно, что сейчас требуется внесение изменений в законодательство нашего республиканского, чтобы это прописать правильно, чтобы у банка была уверенность, у нас были понятные механизмы. И в рамках этой программы мы существенно ускорим выдачу. Практически в 10 раз больше будем выдавать жилья единовременно, чем это происходит сейчас. Поддержать собираются и медиков. По программе «100 домов для врачей» тоже оплатят ипотеку. Но за исключением первоначального взноса – 10%. Повышение доступности жилья для жителей республики – одно из приоритетных направлений соглашения о сотрудничестве между правительством Бурятии и Россельхозбанком. За 2020 год банк выдал в Бурятии почти 500 кредитов по сельской ипотеке и около 40 по дальневосточной. Договорились также усилить поддержку крупных предприятий республики и фермеров. Последние могут воспользоваться новыми цифровыми платформами. Своё фермерство, своё родное и своё село. Своё фермерство помогает российским сельхозтоваропроизводителям заниматься непосредственно производством. Там можно купить семена, гербетиды, пестициды, технику. Своё родное, если так очень коротко, – это возможности для фермеров показать всей стране свою продукцию. По сути, мы занимаемся продвижением фермерской продукции. В Бурятии цифровыми сервисами уже пользуются 25 фермеров. Инна Судендукова, Андрей Дармаев, Новости дня.